Что, перейдем к этой посылке. То же самое, 20 дней, ребята, 20 дней. Я давно так быстро не получал посылки, но, как я вам говорил, вот, почта экспресс какая-то была интересная, все пришло, как видите, в контакте, в группе я писал, что, да, вес отличался, но как я пришел, говорю, так и так вот, надо проверять. Она вынесла посылку, говорит, вы знаете, я дико извиняюсь, но я ошиблась, когда печатала извещение. В общем, как видите, на самой посылке написано 735 грамм, а в извещении было указано 235 грамм. Поэтому я начал переживать, потому что 500 грамм исчезло, это был бы просто капец. Я бы там, блин, не знаю, написал все заявления, какие только можно. В общем, эта посылочка пришла мне бесплатно, это я не платил ни копейки, потому что многие там, типа, я скрываю, что-то мне присылают бесплатно посылки. Нет, ребята, я всегда говорю, если посылка приходит мне на обзор, я ее не покупал, я об этом всегда говорю честно, я этого не скрываю и не стыжусь этого, наоборот, мне это очень хорошо, когда присылают бесплатно посылочки. Или я не прав. В общем, предложил мне магазин Tiny Deal выбрать на обзор какой-то товарчик. И я немножко поразмыслив, немного поразмыслив, в общем, выбрал вот такую вещицу интересную. И плюс то, что я все это буду устанавливать и все будем проверять, как все это работает, то есть непосредственно тестировать на качество продукта. Так, ну, пакетов, конечно, тут, видите, пакет большой, поэтому сделали из двух частей, его сложили. Вот это один пакет. Это я его разорвал, вот такой один пакет получается и второй натянут просто. Вон, даже у меня целый пакет останется, может, кому-то что-то отправлю. Вот такой пакетик получился. Спасибо. Так, это мы пока все уберем. В общем, сейчас посмотрим. Похоже, я чуть-чуть там не досмотрел. И я заказал зеркало для автомобиля со встроенным монитором. Вот. Так как, в общем, чтобы, не хочу я колхозить там, устанавливать отдельные мониторы на панели, да, портить внешний вид, как говорится. Я заказал вот такое вот зеркало заднего вида. Так, мы упаковали вообще просто сказочно. Спасибо менеджерам магазина обязательно отдельное спасибо. Приятно с ними общаться и работать. В общем, смотрим. Я не знаю еще, сейчас разберемся, потому что я, когда выбирал, я почему-то решил, что это зеркало должно быть без камеры. Без камеры заднего вида, но, по-моему, тут идет камера в комплекте. В общем, я думал, что здесь нету камеры, и поэтому попросил еще вдобавок, довесок. В общем, обнаглел, конечно, в конец, но решил, думаю, ну, если брать зеркало, надо же его как-то протестировать и показать людям, что это действительно качественный товар и стоящий. И поэтому я попросил еще вот такую вот камеру заднего вида отдельно. В чем фишка? Что это все должно быть беспроводное. Беспроводное. Ну, давайте вскроем зеркало. Смотрите, коробочка не помялась нигде. Ну, за 20 дней, в общем, немногие ее успели попинать, потоптаться, поэтому все хорошо выглядит. Так, вот здесь она вот так открывается. И смотрим, смотрим, что у нас сверху проложечка, чтобы ничего не разбилось, так как тут зеркало, да, идет хрупкое, можно так сказать. Так, сейчас мы выкладываем зеркало. Смотрим кабель подключения питания. И пока все. Так, сейчас откроем само зеркало. Сейчас достанем само зеркало. Так, смотрим. Зеркало целое. Это уже радует. Нет, я не ошибся. Я не ошибся. Камеры, да, действительно, камеры в комплекте нету. Идет просто одно зеркало. Но идет вот такой вот передатчик, как видите, вот он с антенкой. И не нужно подключать камеру непосредственно проводами прям к зеркалу, к монитору, да. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Значит, все правильно я понял. А то я что-то думаю, может быть, я неправильно понял. Ну, давайте посмотрим саму камеру. Так, смотрим сама камера заднего вида. Вот такая вот неплохая должна быть камера. Так, что-то здесь. Герметик, а, это герметик или что-то, клей какой-то, в общем-то. Заявлено, что камера идет водонепроницаемая. Там предусмотрены, короче, сумасшедшие условия для эксплуатации ее. Сделана из пластика она, пластмассовая. Корпус пластмассовый. Крепление металлическое. Так, вот кабель идет. Сейчас комплектность посмотрим. Так, итак, смотрим, в общем, само зеркало. Оно такое, как немножко затемненное, как матовое. Я не знаю, как вам показать. Наверное, так не увидите. В общем, оно с таким эффектом немножко, как... Ой, матовое, говорю. Оно с таким эффектом, как бы, чуть-чуть затонированное. Так, ну, зеркало вообще, как обычное зеркало. Ничего особенного. Вот, но здесь, в середине, должен загораться дисплей. Размер дисплея 4,3 дюйма. То есть, он где-то примерно, ну, такой на пол зеркала у вас будет, да? Нормальный. Можно будет различить. Вот. Что у нас здесь? Идут вот такие вот раздвижные крепления для крепления самого зеркала. То есть, просто вставляете сюда родное зеркало, и оно держится у вас на зеркале. И идут три кнопки. То есть, там... Ну, как по отзывам я почитал. Еще это будем, конечно, тестировать, устанавливать, все проверять. Вот. По отзывам там написано, что идет русскоязычное меню. Ну, в общем, большая цветовая схема настроек для самого дисплея. То есть, ярче, тускнее там. Ну, в общем, разберемся. Это обязательно сделаем обзорчик. И посмотрим, как это все работает. Вот. Идет кабель для подключения. Для подключения монитора. Вот. И, как я также читал, по-моему, здесь имеется функция для двойного подключения. Не, по-моему, да, а вот есть. Вот даже написано. Вот. То есть, есть функция подключения двух камер. Это тоже плюс. Большой плюс. То есть, вы можете установить даже впереди одну камеру и поставить одну камеру назад. И у вас будет две камеры. Я не знаю, разберемся, конечно, в меню. Как там, наверное, разделение экрана идет или как. Не знаю. Это разберемся. И третий кабель – это подключение к питанию. То есть, 12 вольт в машине подключения. Для этого, как я же показывал, вот вам идет провод. Вот такой штекер. То есть, подключается. И все отлично должно будет работать. Но это, конечно, мы будем все подключать. И идет, да, вот такой передатчик. Передатчик идет. Который, блин, я не ту камеру заказал, ребятки. Представляете, придется проводами все подключать. Ладно, я, в принципе, может это даже и лучше, так будет надежнее, чем через эти передатчики. Но все же мне хотелось именно протестировать, узнать, как эта вещь работает. Ну, по идее, вот этот передатчик идет в комплекте с зеркалом. Но вы можете также купить камеру с таким же передатчиком. Или просто, я не знаю, надо посмотреть, может быть, есть еще передатчики отдельно. Вот, можете просто купить отдельно передатчики. И вот от такого жгута кабеля у вас возникнет, в общем, ненадобность этого кабеля. Почему? Потому что я вам объясню сейчас. Вы подключаете непосредственно передатчик к камере. К камере. Вот, ну, запитываете саму камеру. И подключаете также к питанию машины сам передатчик. И все, и вот эту часть где-то прячете, там, ну, где угодно. В общем, спрятали. Вот, и та же самая система происходит на зеркале. Вот, вы подключаете такой же передатчик к зеркалу, запитываетесь, подключаете питание камеры. И все, и также прячете где-то, спрятали передатчик этот, там, под крышей, да, где-то под обшивкой крыши можно спрятать. Вот, и все, и у вас при включении задней передачи, да, передается сигнал на этот передатчик от камеры. И вы видите изображение. Вот, хотелось бы, конечно, это испытать. Ну, ладно, это разберемся. Но, так как датчик один, будем, скорее всего, подключать просто проводами. Тем более, есть там планы какие-то у меня. Но это тоже все потом. По зеркалу я вам объяснил, 3,4,3 дюйма монитор, русский язык. Цена этого зеркала 49 долларов. Вот, ссылочку оставлю под видео. Если интересует вас, заходите, покупайте, смотрите. Еще раз повторю, что есть подключение двух камер. Можете две камеры подключить. То есть вообще можно две даже назад поставить по углам. И вы будете вообще полностью там профессиональный парковщик. Вот. И сама камера. Разрешение у нее идет 648 на 488. Это даже очень хорошо, так как сам монитор, в общем, в самый раз будет. В самый раз это будет разрешение. Будет четкое изображение, качественное должно быть. Вот. Обзор камеры 135 градусов. 8 лампочек инфракрасного света. То есть, как видите, я вам сейчас покажу чуть ближе. Вот так вот. Вот. Как видите, в самой камере установлены инфракрасные датчики. В общем, автоматически будут включаться, если темно, будут автоматически включаться вот эти датчики. И должно быть ночью очень хорошо видно. Это тоже огромный плюс для нее. Потому что в основном самая неприятная парковка – это в темное время суток. Для этого здесь установлена подсветка инфракрасная. То есть, она не будет светить ярким светом. Вы ее обычным глазом просто вообще не увидите. Но на мониторе это будет очень хорошо видно. Это мы все протестируем обязательно. Потому что я вам повторюсь, я буду устанавливать. И будем смотреть, как все это работает. Так, что? Водонепроницаемая камера. Разрешение, как я говорил вам, 648 на 488. Подсветка ночная. В общем, должна быть неплохая камера. Опять же говорю, установим. Так, сейчас тут стекло. Да, тут стекло стоит. Это стекло. Это хорошо тоже. Так, ну что? Все вроде. Сама камера стоит 18 долларов. То есть, в принципе, недорого. Вот, 18 долларов. Вот в такой коробочке. Все аккуратненько. Все хорошо. Ну все, ребятки. На этом закруглимся. Еще раз спасибо магазину Тайни Делал за предоставленный товар к нам на обзор. В общем, пока все хорошо. Все пришло. Все целое. Все отлично. Скорость доставки, повторюсь, 20 дней. Это вообще просто шок. Я очень был рад. Шел с трек-номером товар. Все отслеживалось. Все прекрасно. Претензий вообще по этому нет. Вот. И теперь вторая задача наша. Протестировать. То есть, установить, как это все в установке, тяжело или сложно. Все это я вам покажу. Сниму. И будем смотреть и наслаждаться, как все это устанавливается и как это все выглядит. Вот. И обязательно, конечно, посмотрим качество съемки днем, ночью. Вот. В таком плане. Ну все, ребятки. Спасибо вам огромное за просмотры. Спасибо вам за приятный комментарий и вообще за то, что вы смотрите и подписаны на мой канал. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Вот. Чтобы не пропустить тест этих девайсов. Вот. Ссылки, еще раз повторюсь, все будут под видео. Поэтому интересует. Заходите, смотрите. Все хорошо пришло. Ну все. Здоровья вам. Позитива. Пока-пока. Пока-пока.